Кроме канонов есть же еще оросы, греческое слово орос и греческое слово канон. Канон это правило, ну или закон, можно даже закон назвать, но канон он относится больше к нашему членству в церкви, как себя вести, это более к церковной дисциплине относится. А вот оросы относятся уже к догматическому учению, то есть к учению церкви, которое не изменяется. Учение церкви разрабатывалось, конечно, на соборах, потому что православная церковь управляется соборами, на вселенских соборах. Решения вселенских соборов имеют силу для всего христианства, без разбора, к какому патриархату вы относитесь. Но также были еще и другие соборы, соборы поместных церквей. И вот об этом мы сегодня поговорим. И поговорим также о каких-то интересных канонах, которые, ну, вы мне потом расскажете, как вам не нравится. Которые не действуют на самом деле уже сейчас, но они были очень интересны в свое время. И некоторые из канонов, которые сейчас еще пока, ну, считаются действующими, но которые вообще не применяются уже в жизни. То есть, видите, каноны вроде бы, да, то есть каноны церкви, а тоже же мы выборочно пользуемся ими. Все дело в том, что во главу угла или на первое место мы ставим то священное писание, Евангелие, и ставим духовную жизнь, наше духовное единение. Поэтому каждый христианин всегда должен руководствоваться в первую очередь священным писанием, вести, стараться жить по заповедям Господним, по заповедям Христовым. И когда мы живем по заповедям Христовым, нам каноны вообще не нужны. Нам нужны каноны тогда, то есть тогда только когда мы что-то сделали не так, заповедь мы не исполнили, наоборот, пошли в другую сторону. И вместо заповеди мы пали в какое-то прегрешение или в какой-то грех, и, возможно, сами этого не осознаем. Ну, конечно, когда мы заболеем, например, какой-то болезнью, неважно, какой болезнью, вот мы заболели, идем к врачу, и врач говорит, вот вам пилюля, кушайте там таблетку какую-то, три раза в день, правильно? Если хотите быть здоровым. Вот каноны, они есть, вот эти таблетки, если хотите, которые вот показывают нам границы церкви. Если ты, человек, выйдешь за пределы вот этого заборчика, вот тебе там будет плохо. Почему? Потому что ты отойдешь от церкви далеко. Церковь уже там недосягаема. То есть ты для церкви уже там недосягаем. И, к слову, вот сейчас по поводу этого недосягаемости, скажу, что вот эти анафемы, которые есть, отлучение, полное отлучение от церкви, это не проклятие того или другого человека, который полностью идет против церкви или что-то сделал такое против церкви. Это уже констатация факта, что человек себя отрезал от церкви, уже не питается от древа церкви. При этом оставляет для него дверцу приоткрытой все время. Вот каноны как раз и показывают, для кого дверца приоткрыта еще. Как можно войти обратно, если мы вышли за пределы? Скажем, вот первые века, мученические века. Мы знаем мучеников много, которые пострадали из-за Христа. И мы, читая их житие, удивляемся их терпению, долготерпению и страданиям. И благодарим Бога за то, что Он нам показывает вот такие примеры страдания. Но с другой стороны, намного больше было людей, которые отрекались от Христа, не выдерживали мучений. Об этом мало кто говорит, но это часть нашей же христианской истории. Это не надо ни замалчивать, ни скрывать, потому что в этом нет ничего плохого в том, что мы изучаем свою историю, я имею в виду. И вот церковь для таких тоже решила, что с ними делать. Они же просятся назад, бедненькие. Они же поняли, осознали, что не могут они без церкви, не могут они без Христа. А отреклись, и все. Вот каноны для этого тоже есть. И для этого собирались соборы, чтобы знать, как проявить к ним любовь и как их приобщить к церкви. То есть каноны церковные, они не для того, чтобы наказать, а наоборот, чтобы показать, что ты человече, ты болен. Вот когда ты осознаешь, что ты болен и тебе нужен врач, вот дверь, приходи. У нас же сейчас превратно, то есть неправильно понимают значение канонов. И очень часто канонами пользуются для того, чтобы кого-то просто наказать. Не излечить, а наказать. Разницу-то чувствуете? Когда лечить, это что, пластырь накладываешь? А когда наказываешь, на ранку соли сыпешь. Правильно? Самые древние правила, церковные правила, это апостольские правила. Они полностью соответствуют тому апостольскому учению, которое имела древняя церковь. Потом, кроме апостольских правил, есть правила святых отцов семи вселенских соборов. Были такие священники, которые желали и здесь служить, и там служить. И у этого епископа, и у того епископа. И тоже решили, что нельзя так. У какого епископа ты находишься, у того ты и служишь. Потом были проблемы между епископами тоже. И как это было проблему врачевать в церкви? Тоже принимали решение, что нельзя занимать чужие территории для епископа. И такое было. То есть церковь всегда отвечала на все эти вызовы современности. Ну и до сих пор отвечает, конечно. Правда, давненько не было уже вселенских соборов. Последний был в IX веке, в конце IX века. Но тем не менее, были же поместные соборы. И каждая церковь собирается на поместные соборы тоже. И эти все каноны, или эти все правила, которые церковь создавала, она создавала всегда для того, чтобы тех, которые уходят, удаляются от центра, от Христа, от Христовой церкви, уходят. Чтобы им показать, друзья, вот дальше не иди, потому что дальше, если вот так будешь делать дальше, вот ты себя просто отрубишь, уйдешь, просто далеко уйдешь. Заблудишься, и уже вернуться назад будет намного сложнее, чем пока ты здесь остаешься. Это шаг любви церкви к тем людям, которые пока что не видят, что они тоже должны любить церковь, так же, как церковь любит их. Был такой институт диаконис. Это были женщины. Диаконы, знаете же, диакон есть в церкви. Это мужчина диакон. А женщина диакониса была. Ну, женщины этих рукополагали немножко по-другому, потому что служение другое совершенно. Это не служение у алтаря. Это совершенно другое служение. Об этом тоже мы поговорим. На 4-м Вселенском соборе пришлось принимать срочно решение по поводу диаконис. Он строго определяет. В диаконисе нельзя быть моложе 40 лет. Почему в те времена средняя продолжительность жизни какая была? То есть 40 лет они уже считались немолоденькими. Они уже, возможно, даже бабушками были некоторые из них. Многие из них были вдовами. И они могли прислуживать, отдать себя полностью уже служению у церкви. Но, тем не менее, смотрите, этот канон не упразднили. Он не действует? Не действует, потому что нет диаконису. Но его не упразднили. Почему? Потому что, а кто его знает? Вдруг церковь какая-то поместная, вот, например, наша православная церковь в Америке решит. Нам нужны диаконисы, чтобы заниматься, например, женской частью нашего прихода. Диаконисы, к которым будут женщины подходить, и они будут помогать и в вере, и в таинствах, и в каких-то других вопросах. А уже есть правило. Какие должны быть диаконисы? Не надо ничего выдумывать. Есть правила, например, которые сейчас не действуют. И мы об этих правилах говорили уже. Например, и это даже библейское правило, что епископ должен быть одной жены муж. Интересно, правда? У нас епископы сейчас не женатые. Они вообще монашествующие. Мы в прошлый раз об этом говорили. Но есть интересное правило, в котором говорится, что у епископа может быть раб или рабыня. Рабы. Надо понимать, что каноны не шутки. И даже если они не действуют, или их не используют, или ими не пользуются какое-то время, это не значит, что о них можно просто забыть. Вот, например, интересное правило было. Это не в канонах соборов. Но правило было, что священникам и мирянам нельзя держать в доме собак. А давайте мы это правило приложим сейчас. Кто у нас в церкви останется? Я к чему веду? Я веду к тому, дорогие мои, что это правило создавалось под конкретную ситуацию. Оно смешное правило, да? И сейчас его никто не соблюдает. Архиереи, патриархи, я не знаю, владыки всех уровней, да? У всех есть любимые питомцы. Особенно собачки. Ну, практически у всех. Я говорю, что у всех. И никто не спешит пользоваться этим правилом. Дело в том, что в языческом мире собака считалась иногда как проводник зла, проводник злых сил. Вот когда язычники приходили в церковь, видя, что у какого-то там христианина собака, они ужасались. Как так? Собака во дворе только почему-то в дом пускаешь. Собаку можно во дворе только держать, ни в коем случае не в доме. Собака, через нее уже злой дух действует. Надо понимать, что вот такие правила, если они были созданы под конкретную ситуацию, их нельзя использовать. Потому что для сегодняшнего времени это не было бы проявлением любви и способом залечить какую-то рану у человека. Это было бы способом нанести рану человеку. Потому что у нас совершенно другое. У нас никто не превозносит собак, как языческих богов, которые могли бы воплотиться в собаке, в дух собаки вселиться. У нас мы уже чужды этих пониманий. Поэтому у нас этот закон и не применяется. Епископ должен быть одной жены муж, а он вообще не женат и вообще монах. Почему это правило не применяется? Потому что было позже правило еще одно, которое на шестом вселенском соборе, в котором говорится, епископ не должен быть женат. Вот если бы я вам не сказал, что если правило такое про епископа, что он должен быть безбрачьей, вы бы и не знали, может. Вот почему я всегда говорю, испытывайте то, что вам говорят. Есть же люди, которые, пользуясь этой информацией, могут вас в такое поставить положение, когда вы станете просто зависимыми от них, от тех людей. И вот так начинается секта. Она может начаться в любом месте, на любом приходе. Как только мы становимся в зависимости от кого-то. А как становишься в зависимость? Страхом. У тебя собака в доме? Ты проклятый человек. Вот правило же говорить. Прочитала, бедная, все, все, разрыдалась. Как же я своего собачку там выкину? Но, кстати, есть один плюс. О кошках в канонах ничего не скажут. Откратите, я вам скажу почему. А мыша, кто будет болеть? Вот, вот все правильно. Вот оно. Когда мне надо, пусть будут. Все исходило всегда из практического положения на то время, что было самое лучшее. Были те, которые боялись собак? Вы сказали, как апостол Павел говорил, если это смущает моего брата, что я кушаю мясо, я не буду его кушать. Чтобы только он не смущался. А потом, когда в вере окрепнет этот мой брат, тогда можно начать и кушать снова мясо. Чтобы только не смущать. Еще одно. Вы знаете, что даже был канон о поющих в храме. Правило 75-го и 6-го Вселенского собора. Это вам не какое-то там правило, которое придумал отец Иоанн Шандра, чтобы там хор молчал. Нет. А хотите, я его прочитаю или потом? Может, потом. Вот ведь как интересно, да? Вроде скучная такая тема. Желаем, чтобы приходящие в церковь для пения не употребляли бесчинных воплей. Так и написано. Можете проверить. 70... Я пальцем ни на кого не указываю. Я просто говорю о пении. 75-е правило 6-го Вселенского собора. Или это можно назвать 5-6-й или Трульского Вселенского собора. Желаем, чтобы приходящие в церковь для пения не употребляли бесчинных воплей, не вынуждали из себя неестественного крика и не вводили ничего несообразного и несвойственного церкви. Но с великим вниманием и умилением приносили псалмопение Богу, назирающему сокровенное. Ибо священное слово поучало сынов Израилевых быть и благоговейными. А еще хотите знать интересное правило? По поводу причащения мертвых. И вот вам правило 83-е того же 6-го Вселенского собора. Никто телам умерших Евхаристии да не преподает, ибо писано есть «приимите, едите», но тела мертвых не принимайте, не ясть и не могут. Просто так бы не писали правило. Это была проблема церкви. Каждое правило – это отзыв на боль. Лечить-то боль надо. Как вы относитесь к театру? Вот, 51-е правило 6-го Вселенского собора запрещает любое лицедейство, любые театральные выступления и прочее. Простите, а в воскресных школах делают театральные выступления? Оказывается, это просто так, как делись с собачками. Потому что в театрах тогда разыгрывались языческие, религиозные пьесы. И, конечно, там есть, если ты входишь в эту роль полностью и бесповоротно, тогда вот ты должен решить, мы бы сейчас сказали уже решить этот вопрос с духовником. Как к тебе вестись или прочее там, да, с духовником. Но на самом деле этот канон тоже же не работает. Театры не закрываются. Есть, конечно, каноны, которые не меняются. Это какие каноны? Относящиеся к основам веры нашей православной Христовой. Но все остальное, что касается церковной дисциплины, территории, что касается нашего личного согрешения, мы всегда можем этот канон использовать. И так и делается в церкви. Или с полной силой, или с уменьшенной силой. Вы, наверное, слышали такое выражение экономия. Не экономия, а экономия. Это что значит, если слышали? Я думаю, что для себя надо бы иметь judgment. Правильно. Все зависит от того человека, который делает этот суд, который судит. Верховная власть у нас у кого? В епархии, например, в нашей епархии. У нашего епископа. И вот он имеет право вот это экономию использовать или не использовать. Потом, ниже, священник. Вы же приходите к священнику на исповедь, да? Не выгоняет же никого, потому что у вас есть собачки дома. Правильно? Не выгоняет никого, потому что вы одевались там какого-то, там, я не знаю, царя гороха. Еще и благословение брали. Тем более, еще и благословение брали. Не выгоняют же за какое-то другое прегрешение. Хотя, например, по каким-то канонам мы должны быть, например, три года вообще в храм не приходить. Семь лет стоять на паперке. И потом два года стоять только в храме без причащения. И только на какой-то год потом можно прийти на причастие. Мы же этого не используем сейчас. А таких канонов, Господи, я бы вам... Просто берите, читайте все подряд, увидите, сколько их там много. Сейчас мы пользуемся этим термином экономии. Потому что экономия – это снисходительность церкви к нашим проступкам. А вот есть еще и другое слово, другой термин. Акривия. Экономия – это снисходительность, а акривия – это по полной программе. Написано «изгнать» вот там стоит на паперке и сюда не заходи в течение семи лет. Используется ли акривия? Экономия мы сами знаем на себе, да, что сплошь и рядом используется. Акривия используется ли? Конечно, используется. Но в очень, в очень уже из ряда вон выходящих случаях. Например, человек хулит церковь Христов. Его просят, не надо так делать, вот как правильно, вот как надо жить. Вот есть же Евангелие, есть же слова Спасителя. Да ну эти слова, я не хочу их слышать, вы все здесь всякие-сякие. Одно увещевание, второе увещевание, третье увещевание. Не хочет. Тогда вот священник или вот епископ, как бы в нашем случае епископ, скажет ему. Если считаешь, что ты хочешь оставаться христианином, вот придешь, возле храма постой, на ступеньках помолись, дальше не заходи. Ты больше не наш. Или вот расколы разные, которые творят в церкви. Они у себя свое обещение творят, понятно, творят. Но пока они не опомнятся, вот эта дверь всегда есть открыта. Даже при акривии, если почитаете самые страшные, самые ужасные каноны, где там по 15 лет надо, чтобы человек в храм, чтобы человек не причащался, даже тогда церковь оставляет дверь и говорит, но при смерти, если пожелает и такой, причастись к христовым танкам. У меня был один такой случай. Ну, правда, я этого человека не отлучал от церкви, и епископ не отлучал. Он сам себя отлучил. Сказал, ну, это было в советское время. В советское время он сказал, что вот это религия опием для народа. Я не буду больше ходить, и жену свою там мучил. И человек до своей смерти в сознание не приходил, как бы, да, то есть не понимал, чего он лишился. А вот когда уже на смертном адре лежал, когда уже видел и тот мир, и это, вот тогда он сам за мной послал. И он исповедовался, и он причастился. Многие, я не говорю о себе, я тоже этого мнения придерживаюсь, кстати, скажу откровенно, честно. Многие богословы, ну, я же не богослов, ну, просто это мнение мне нравится. Многие богослови сейчас говорят, что нельзя применять всю строгость канонов в лечении, в извлечении сегодняшнего человека, потому что если человек не ходил 15 лет в храм, а ему еще скажут 15 лет не ходи, да нужно вы мне, я 15 лет не ходил, а я и дальше не буду ходить. Может быть, отторжение. Сейчас наоборот надо правило создавать такое, чтобы, который не ходил в храм и кается, чтобы был каждый день в храме. Но церковь, еще раз говорю, пользуется и экономией, и окривией. Окривией в самых тяжелых случаях только. Только тогда, когда человек сам уже себя отсек от церкви. Вот я вам что скажу. Но даже экономию используют по-разному. Вот, например, к мирянам экономия вообще, ну, милое дело, прощи, все прощается. В плане священника экономия построже. В плане мирян экономия помягче. И это тоже надо понимать, потому что, вот, кто знает больше, с того и требует больше. Церковное законотворчество, хотя оно, как бы, выглядит, что оно прекратилось, это не так. Каждая церковь, поместная церковь, имеет свои поместные соборы, на которых принимает решение о том, как излечить, ну, современную какую-то болезнь нашу духовную. Поэтому, дорогие мои, когда вы слышите о том, что вот в канонах написано вот так и так и так, всегда понимайте. Только те каноны нерушимы, которые говорят о вере, о нашей православной вере. Все остальные каноны, о дисциплине священников, о дисциплине мирян, они могут поменяться на протяжении. Поэтому, поскольку и епископы, и священники, они же видят, что вот, если я сейчас буду этот канон применять, ну, кто у меня в храме останется? Если все вот так покриви и применяй. Ко Христу мало кто идет. И когда еще слышат, православие, это же там каноны, Господи помилуй, это же, вот, вот, что ж ты православным-то стал? А на самом деле православным-то стал, потому что я хочу излечиться, и потому что я хочу пенька, извините, под зад, а потому что я хочу вылечиться от моего внутреннего состояния. И вот мы опять пришли к тому, что внешнее, оно только начинает человека в церкви, только помогает ему войти в церковь. Потом человек должен, смотря на внешнее благолепие, скажем, в храме, должен задуматься о том, какое же благолепие тогда на небе, если храм это небо на земле, как его называют, образно говоря, небо на земле, потому что икона всех святых угодников, и спасителей, и Божьей Матери, и всех святых угодников присутствуют. Если здесь на земле это так красиво, то какое же тогда небо настоящее? Это люди сотворили, а то Бог создал. Какое же там небо? Если я посмотрю, вот эти святые люди, они очистили свои души хотя бы покаянием, хотя бы перед смертью, а я что? Если у нас не будет вот такого наблюдения за собой и старания духовно преобразиться, то есть свой дух изменить и сделать его более подобным до Духа Божьего, вот если этого не будет, мы так и останемся теми людьми, которые вошли в храм и только спрашивают, а кому мне свечечку поставить за удачу в учебе? Вот иногда вот стоишь и думаешь, Господи, ну что этому человеку сказать? Человек один раз пришел в церковь энное количество лет, чтобы поставить свечку, чтобы повыгоднее для себя развестись с мужем, и больше не придешь же. Вот надо же что-то сказать такое. И прояви здесь канон какой-то. Ну примени канон. Я говорю, вот канон есть. Пожалуйста, открывайте, применяйте любые каноны. Поэтому если человек не видит внутренней нужды в своем внутреннем преображении, ему надо показать, что вот эта красота, которая у нас есть, вот все, что у нас есть в храме, это все ради того, чтобы внутри у нас все поменялось. Нам надо помнить одно. Церковь всегда развивалась, церковь всегда росла. В церкви всегда были проблемы. И я начинал с того, что мученики, которые пострадали, это одно, а другие, которые отрекались, для них тоже были удивительные правила. Их церковь не отвергала. Для этого и собирался собор. А что с ними делать, с такими людьми? Вот то же самое для нас. Мы же тоже грешники. Мы же каждый своим грехом отрекаемся от Христа. И что нам тогда делать? Если принимать эти все каноны, так мы годами не будем. То есть применять не принимать, а применять все каноны мы годами не будем в церкви. И так и отвыкнем. Потому что у нас есть куда отвлечься. Чем отвлечься? Мы и так отвлекаемся много от Бога. И мы отвлечемся в интернете, мы отвлечемся в других церквях. Нас не знают или где что-то другое. И так делают. Вот сейчас поэтому очень важно, дорогие мои, когда мы понимаем, что мы совершили что-то, совершили грех, то есть тоже отречение от Христа, мы должны понимать, вот я должен сразу сказать, Господи, прости меня. Я согрешил. Не важно, вы в храме, дома, не важно, где, на поле, в самолете, не знаю где там, я не знаю, кто на чем ездит, в машине, на мотоцикле, я не знаю, на лодке. Вот когда вы почувствовали, вот я согрешил, сразу надо говорить, Господи, прости меня. А уже при возможности в храме, вот тогда уже на исповедь. И каждый раз, когда мы к Духу Святому прилепляемся, тогда нам и хорошо становится опять. Когда мы чувствуем Божью любовь, когда мы чувствуем Божью заботу. Зная уже сами, мы можем и другим это рассказать. И вот так и появляется, что жизнь Духа Святого, она так и идет, так и течет. Каждый раз после падения мы должны подниматься, вставать и снова проситься стучаться к Богу. На самом деле, мои дорогие, всегда надо пользоваться здравым умом. Чтобы иметь здравый ум, надо всегда стараться быть с Богом. Чтобы быть с Богом, надо всегда стараться выполнять Его заповеди, которые всегда сводятся только к двум заповедям. Возлюбив Бога и ближнего самого себя. В какой бы ситуации мы себя не находили, вспомните о этих двух заповедях. И когда вы узнаете, что Бог нас любит, а мы любим Бога, и когда мы узнаем, что раз мне Бог простит, так и этому, болвану простит, я уже язык прикушу, я уже не буду называть болваном, потому что я сам такой. А скажут, брат, брат или сестра. Вот откуда брат и сестра. Пока что мы все разрознены. Пока что, да, мы, здравствуйте, дорогие братья и сестры, да. Но мы братья и сестры, по факту, мы это чувствуем, или это долг традиции, мы так называем друг друга. Если внешнее становится самым главным, тогда на внутреннее у нас времени не хватает. Если внутреннее становится самым главным, тогда внешнее только помогает внутреннему развитию.